Всем привет и добро пожаловать на следующую лекцию в разделе Металсплот фреймворк или так что давай на самом деле посмотрим получше на саму структуру Металспорт фреймворк и так чтобы сделать это давайте сначала выйдем из командного инструмента позволь мне очистить экран и первое что ты хочешь знать это где на самом деле хранятся все полезные модули и кодеры эксплойты значит они хранятся у пользователя дай мне просто упс посмотри общий доступ пользователя а затем перейди к платформе Металсплот фреймворк как только ты изменишь дом священника на этот ты можешь просто вести свой ЛС и ты увидишь кучу этих файлов и я покажу тебе какие из них более важны и какие мы будем использовать теперь давай посмотрим первый из всех и так первый это консоль МФ дай мне просто найти то что находится прямо здесь мы используем это в предыдущем видео он используется как программа для запуска самой консоли и фактического выполнения атак теперь один из самых важных это яд посла теперь эту программу мы будем использовать для создания наших полезных нагрузок наших оболочек интерпретаторов и задних дверей так что если мы сделаем это с помощью этой команды как прямо здесь а также вы можете обновить свой Металсплит фреймворк с помощью команды мф апдейт большинство других в данный момент не так импортированы теперь если ты хочешь хорошо знать что мэтс бай фреймворк и все эксплойты написаны на руби который является языком программирования похожим на пайтон так что если ты знаешь этот язык это тоже плюс теперь чтобы ты мог найти все эксплойты и полезные нагрузки тебе нужно перейти в каталог модулей там все хранится так что если мы зайдем в модуле и нажмем ls прямо здесь ты увидишь что у нас есть все то о чем я говорил раньше итак у нас есть вспомогательные шифраторы эксплойты уклонения кнопки полезные нагрузки хвостов теперь давай объясним все это в детали итак эксплойты как мы уже говорили в основном используются для нацеливания на уязвимое программное обеспечение работающие на удаленной машине так что давай на самом деле изменим наш каталог на эксплойт и сиди эксплойт и ведем свой ls ты заметишь что у тебя есть разные эксплойты для разных типов операционных систем и разных типов платформ пожалуйста так например у вас есть эксплойты linux windows unix solaris android apple а также эксплойты браузера как мы видим фарфокс существует множество таких отдельных каталогов для разных типов эксплойтов так что давай на самом деле попробуем найти эксплойт о котором я говорил в предыдущем видео я полагаю это тот который предназначен для windows 7 и windows 8 который является эксплойтом eternal blue от 2017 года это эксплойт windows поэтому мы заходим в windows и вводим ваши буквы между всеми этими подвигами есть будущее разделение как мы можем видеть прямо здесь некоторые из них в основном разделены по номеру порта или службе которую они запускают на определенном порту например мы можем видеть http он работает на порту 80 мы видим шпорт порт 22 этп порт 21 мы видим порт мб 4 4 5 я думаю или что-то в этом роде так давай же пойдем в снб раз там есть вечный синий эксплойт если ты наберешь здесь лс ты увидишь кучу этих различных эксплойтов используемых для нб теперь вот оно вечные синие окна от восьми до пяти у нас также есть обычный эксплойт eternal blow и все это .rp который в основном понимает что это файлы руби а эксплойты руби для эксплойтов просто написаны на руби как я уже говорил так что если ты захочешь ты действительно можешь на на некоторые из них чтобы посмотреть как они выглядят и так мисс 17 давай посмотрим как выглядит вечный синий так что поставь точку rb и мы увидим код самого эксплойта так это написано на руби как я уже сказал ты можешь проверить кучу этих вещей прямо здесь теперь я не знаю рубинов которые я на самом деле не буду объяснять но все это делает это похоже на python ты действительно можешь это понять если раньше изучал некоторые языки программирования но сейчас я просто хотел показать тебе простой код лежащий в основе этого эксплойта так что давай закроем это и вернемся к модуле итак мы меняем наш каталог обратно на модули и давайте поговорим например о разделе полезной нагрузки и так для каталога полезной нагрузки давайте изменим первый из всех каталогов на полезные нагрузки и наберем здесь ls чтобы увидеть что у нас есть и здесь у нас есть разные типы полезных нагрузок как мы уже говорили это файлы которые мы отправили жертве например через черный ход теперь как мы видим здесь есть три типа одиночные этапы и этапы теперь одиночки в основном привыкли они все меньше и меньше полезной нагрузки чем они используются для фактического выполнения только одного действия ступени прямо здесь их можно использовать для доставки других полезных грузов и эти этапы некоторые из этих более крупных эксплойтов они эксплойт некоторых из более крупных полезных нагрузок прости меня например снаряд apair который мы будем использовать в большинстве наших атак а что такое оболочка переводчика это по сути оболочка с кучей различных опций которые мы можем использовать если в то время как мы после того как мы используем удаленную систему мы действительно можем сделать скриншот рабочего стола мы можем запустить клоггер который мы можем сделать мы можем обойти антивирус мы можем сделать кучу таких вещей с помощью мита риверс шелл так что это дает нам кучу вариантов для использования мы можем загрузить и другую полезную нагрузку с помощью ритропер или мы можем загружать файлы загружать файлы и некоторые другие вещи которые мы рассмотрим в следующих уроках значит на этом все что касается полезной нагрузки давай проверим что еще у нас есть значит у нас есть помощник так давай пойдем во вспомогательные модули и просто представимся приятелями и ты увидишь что они тоже делятся на разные типы и так у нас есть отцы спуферы сниферы разных типов вспомогательных модулей но скорее всего вспомогательными будут только сканеры которые вы выполняете на цели так например ты можешь сканировать уязвимы ли цель для какого-либо типа атаки а иногда вспомогательные модули тоже используются для грубой силы например сейдж котом и другие разные вещи которые также будут освещены в следующем видео так что на этом все и закончится для справки ты можешь проверить все эти другие подкаталоги если хочешь и посмотреть что в них есть например давай перейдем к отцам у тебя все что же будет какой-то эксплойт только некоторые вспомогательные модули написаны на языке руби так что это будет примерно то же самое для вспомогательного персонала теперь давай поговорим о кодировщиках так что если я наберу твой ls у тебя будут кодеры давай зайдем в этот каталог набери свой ls еще раз а это рекордер для которого мы используем кодеры для разных типов машин значит кодировщики в основном используются для обхода антивирусов теперь ты можешь изменить внешний вид кода с помощью кодировщика где ты можешь зашифровать код а затем антивирусная база данных не сможет не сможет его распознать на самом деле теперь как работает антивирусная база данных или в принципе как работает большая часть антивируса у них есть огромная база данных где у них есть еще больше где у них есть все известные эксплойты все известные вирусы трояны и вредоносные программы в основном которые у них есть в их базе данных и как только ты запустишь на своем компьютере какую-нибудь программу, которая является вредоносной, и она также известна этой базе данных, твой антивирус предотвратит ее запуск и удалит ее. Но если ты, например, немного изменишь код и скринглируешь код, или даже лучше напишешь их сам, скорее всего, большинство антивирусов не смогут его обнаружить, поскольку они впервые видят такой код. И этого кода нет в их базе данных, поэтому они действительно не могут обнаружить этот код. Они разрешили это как обычную программу, а не как вредоносную программу. Вот почему. Вот почему кодирование собственного вредоносного поэта большое преимущество. Так что это было бы примерно то же самое для кодировщиков. Мы также покажем, как их использовать позже, но сейчас давайте просто объясним все это. Итак, сообщение прямо здесь, это в основном некоторые инструменты или программы, которые вы будете использовать после того, как воспользуетесь целью. Например, ты посылаешь мне переводчика, который является обратным обстрелом с использованием. Ты можешь загрузить из интерпретатора другие постэксплуатационные программы, которые вы можете использовать вместе, например, сбор паролей, или практически любой другой сбор информации, который ты захочешь. Ты можешь собирать, например, файлы коки, если хочешь, из определенного браузера. Дело в том, что ты, возможно, на самом деле не знаешь, что это такое, ручки. Ну, в принципе, если ты когда-нибудь сталкивался с ассемблерным кодом, или если ты программист на ассемблере, то тоже программист, ты, скорее всего, знаешь, что такое NAP. Это сокращение от безоперации. Это в основном команда на языке ассемблера, которая просто не выполняет никаких операций. Сейчас это самое популярное, известное на чипах x86, как нулевая точка при 0x90 байт. Так это укус для инструкции по набалдашнику. Когда процессор загружает эту инструкцию, он просто ничего не делает. По сути, он просто сохраняет эти инструкции до тех пор, пока не дойдет до следующей полезной инструкции. Это не так. Он просто ничего не делает в течение одного цикла, а затем перемещает регистр к следующей инструкции. Теперь, почему эти ручки полезны? Ну, в основном ручки поддерживают размер полезной нагрузки неизменным. Практическая важность этого связана с написанием инструкций по прыжкам. Теперь, если ты не знаешь, какая инструкция прыгает, на самом деле это не имеет большого значения. Но прыжки могут быть либо относительными, либо абсолютными прыжками, потому что по сути, если вы вообще перемещаете данные с помощью абсолютного прыжка, вы должны перекодировать любую ссылку на него. Если ты перемещаешь одну инструкцию относительно другой, ты также должен записать относительный скачок. Установка ручек в основном просто упрощает проблему, потому что переход, который попадает в любое место в серии ручек, будет продолжаться в первой исполняемой инструкции, и не позволит процессору прочитать недопустимый код, который может остановить выполнение и привести к сбою программного обеспечения. Так что, в основном, из всего этого тебе просто нужно помнить о разрушении сезона мобов, которое называется нулевым укусом или укусом 90, и по сути, ничего не делает. Так вот, что тебе нужно знать. Мы, вероятно, будем использовать это позже в каком-нибудь другом разделе, но сейчас этого будет достаточно, чтобы ты понял основную структуру ментальной структуры. И в следующих лекциях мы действительно начнем рассказывать о некоторых из этих сканеров и эксплойтов, которые мы можем использовать на наших уязвимых целях. Так вот о чем пойдет речь в этом уроке, и я надеюсь, что увижу тебя в следующем. Пока.